Друзья, всем доброе утро! Показываю погоду в Алании. Вот такой вот пипец творится. Смотрите, дождь идет сумасшедший, просто ливень на балкон раздувало все мои сухнущие плавки. Короче, пипец. Полотенце висело на стуле, мокло, вернее, сохло, намокло. Вот такая вот погода, уже второй день. Невозможно ни на море, море штормить. Вчера был дождь, то хотя бы море не штормило. Я даже сходил один раз и снимал все, но сегодня я вообще не варял. Просто пипец. Погоды нету, просто нету. Смотрите, облака серые, штормные, дождь, просто дождя, ливень. Поэтому сижу в номере, залипаю в ютубчике и вот, собственно, вот такой вот отдых на сегодняшний день. Погода очень-очень даже не летная, скажем так. Еще раз вам открою, посмотрю. Все просто проливной бери. Сегодня 29 мая. Не пошел даже на завтрак сегодня, честно говоря, уже меня притомила эта система, все включено. Как по мне, она не нужна вообще, потому что, не знаю, мой режим питания обычно, ну, два раза в день мне вполне хватает. А здесь три раза, и вот это объедалово постоянное, ну, тяжело. Как бы, это наоборот, какая-то лишняя нагрузка идет на организм. И, ну, для меня не в кайф вот так постоянно находиться в состоянии сытости такой, ну, чересчур. В полпансион, по-моему, завтраки и ужины больше, чем достаточно. Тем более, если учитывая погоду, когда жара, ну, вообще, есть три раза в день, как по мне, ну, это лишнее. Это мое мнение, опять же таки. И я вообще уже подумываю о том, чтобы съехать с отеля, снять квартиру где-то здесь, ближе к центру Алани, в той стороне. И, собственно, будет и дешевле, и, ну, как бы, для литера проживания отель все равно, пусть даже он довольно бюджетный, пусть даже там хорошие скидки у меня на букинге, но это в любом случае получается даже на полупансионе в месяц где-то тысяча, тысяча с копеечкой евро. А квартиру можно снять в половину дешевле, даже больше, чем в половину дешевле, честно говоря. И питание, будете питаться, как вам будет нравиться, то есть, не обязательно, там, три раза в день до отвала, как бы. Зашли в кафешку, поели, можно, если у вас квартира с кухней, с возможностью готовить, можете спокойно купить все в магазине, там, какие-то продукты, сами себе дома, там, поджаривать яичницу и так далее. То есть, кто хочет здесь быть, конечно, месяц-два, то бюджетнее и практичнее будет снять квартиру, нежели жить в отеле. Привет еще раз, друзья. Вышел с отеля, пойду прогуляюсь в сторону Махмутлара вдоль главной дорожной артерии. Авании, которая проходит по всему побережью, в сторону Махмутлара. Газипаша там дальше, ну, туда я не дойду, это очень далеко, а так километра три-четыре хочу пройти, посмотреть. Сейчас после дождика хорошо, свежо, солнышко вышло, пыли нету. Вот, смотрите, бананчики посвежели, листья брынчат, напитались влагой. И вот сейчас выйду на дорогу и пойду. Вот только минус один, что напротив отеля, вот я сейчас прохожу, он находится справа. Вот мой отель, перейти дорогу на противоположную сторону не получается. Только по подземному переходу нужно выйти на пляж и потом подняться. Либо нужно пройти метров 150 вдоль дороги и вот там вот есть переход. А так все перегорожено сеткой. Зачем это сделано, я, в принципе, не понимаю. Все, друзья, я перешел дорогу. Вон пляж нашего отеля, там даже есть несколько купающихся. Распогодилось, народ вышел в пляж. А здесь, смотрите, сколько воды налило. Видите? После дождя нету столько хорошего воды и получается, что приходится обходить вот такие лужи. Все так посвежело. Правда, много цветов пооббивало, видите? Много пооббивал дождь цветов. Сильный был ливень. Ну, зато все посвежело так хорошо. Знаете, после дождичка сразу становится легче дышать. Вон наши мои соседи по отелю лежат на лежачках. Море, правда, чуть штормит, но это не пугало. Сейчас уже многие поменялись, жители. Я уже здесь живу полмесяца и многие уже успели уехать. И новые приехали, поэтому, как бы, люди жаждут моря и пляжа. Да, много луж наделал дождь. Приходится ходить между ними, чтобы не намочить кроссовки. Вот такая тут обстановка на пляже отеля «Сейх Бич Фотел». Новоприбывшие побежали сразу же к морю. Но это и понятно. Люди ехали сюда за хорошей погодой и за морем. А погода сегодня полдня была не очень. Так, ну пойдемте, пройдемся вдоль Махмутлара, вдоль этой трассы, в сторону Махмутлара, вот туда. Вот что мне нравится в Алане, это то, что от самой Алани вдоль всех поселков Кестель, этот Махмутлар, там перед Кестелем еще какой-то, я забыл, как он называется, идет вот такая вот променадная прогулочная дорога, по которой можно идти пешком, можно ехать на велосипеде, здесь есть отдельная велодорожка. Справа красивенные пляжи, море. Все это засажено такими вот кустарниками цветущими, пальмами. В общем, красота. Если бы не шум вот этих вот проезжающих автомобилей, особенно больших грузовых, вообще было бы классно. Здесь вот вообще такая площадочка с беседкой, смотрите, красота, можно присесть, даже пикничок здесь сделать. Вот, вот парковка, куда можно заезжать, ставить там электросамокаты, байки, кто на чем. И спокойненько себе спускаться к пляжу. Поэтому это все сделано не частным бизнесом, это все делается мэрией города Алании. Мэр считается этого города одним из лучших мэров вообще Анталийского побережья. Хотя Алания относится как бы к Анталии, но это все равно отдельный такой уже мегаполис. Когда-то он был небольшим городцом, но уже здесь проживает официально 300 с лишним тысяч жителей. Это официально. И поэтому это уже можно назвать мегаполисом. Плюс туристы, которые сюда понаехали, это уже, я думаю, до полумиллиона доходит. Вот, поэтому все вот это создано властями города, именно мэрии. Ну, это не отельные вот эти все инфраструктуры. Они созданы там владельцами отелей или каких-то там участков земли. Это все город. И ухаживает за этим всем город, городские, муниципальные службы. И смотрите, как красиво вот идешь. Не просто, как бы, я говорю, мешает только этот бесконечный шум проезжающих автомобилей. Но я узнал такую новость, что через два года здесь будет намного тише. По той одной причине, что здесь строят объездную дорогу, которая будет проходить от Газипаша вдоль Махмутлара. Вот за Махмутларом, за Кестелем она будет идти где-то вот там под горой. Ну, в общем, отсюда весь поток машин, ну, не весь, а поток грузовых машин будет убран. Они все будут ехать там. И поэтому здесь только будут ездить в легковые. И я надеюсь, что будет намного тише. Смотрите, какой прикольный кустарник. Какие цветы интересные. Класс. Вот есть тренажерка, смотрите, можно прийти тут позаниматься. Так примитивно, конечно, ну, тем не менее, бесплатно, пожалуйста. Такая вот альтаночка красивая. Это фонтан, он, в принципе, работает. Сейчас просто выключен почему-то. Колонны такие, под греческий стиль так сделано. Вон впереди видна мечеть местная. Она довольно большая, большая, большая бочекинарета. И вот такая здесь панорама. Поселка Кестель. Вот такие вот бары, которыми пользуются отели, которые находятся на первой линии, вот за дорогой. Вот эти вот места пляжные, так сказать, бары с туалетами, душевыми. Это все построено городскими властями. Они одинакового проекта и тянутся вдоль всего побережья. От Алании до, не знаю, куда я еще дальше не дошел. Но, я думаю, вплоть до Махмутлара. О, кошка за мной вязалась. Привет, что ты, котяра? Коски здесь, кстати, не обижены. Они очень хорошо здесь кормятся. И везде стоят кормушки с кормом кошачьим. Я вот вам покажу, где это буду проходить. То есть, просто я не знаю, кто это все делает и финансирует. Ну, постоянно, на каждом. Ну, что вы за мной бежите, ребята? Бежать меня учат. Яукают рыжие. Что вам, не дали поесть? Молодые, видна, гонята прикольные такие. Тут вообще, ну, какой-то культ кошек, если честно, в Турции. Ну, я не видел такого нигде, даже в Европе. Это, я же говорю, здесь кормушки для них, поилки. Просто на улице лежит насыпан кормом. Как бы денег стоит. И это все не в таких масштабах, что где-то в одном месте. А, ну, повсеместно. В Анталии, в Алании это встречается везде. На всех улицах практически. Ну, вот такая вот обстановка. Тут, как бы, строительный пейзаж. Ну, тем не менее. Пляжи здесь, где более оборудованные, цивилизованные. Более, есть такие, ну, менее оборудованные, как бы, просто дикая пляжная зона. Но это тоже прикольно вышел, как бы, вдоль моря прогуляться. Никаких-то ограничений, сеток там и закрытых территорий пляжей, которые там принадлежат каким-то отелям и так далее. И вот такой пейзаж красивый. Здесь тоже горы, как и в Кемере. Смотря на горы сюда, прикольно. Прикольно смотреть, это поднимает настроение. Ну, мне нравится, когда горная местность. И горы, если окружают территорию какого-то города, они создают определенный микроклимат. Здесь очень тепло, так же, как и в Анталии. Анталия тоже окружена городом, но они более дальше. А у Алании здесь горы очень близкие. Они, получается, такой подковой закрывают полностью весь город. И вот там вот такой самокмутлан. Сейчас мы еще два прогуляемся с ним. И вот эта вот аллейка, она на минуточку не 500 метров, не километра. Она тянется от самой Алании, я не знаю, это более 10-15 километров. То есть, вот однотипная, сделана четко для пешеходов. Вот такой вот плиткой для людей, которые имеют ограниченное зрение. Велодорожечка, кустарники, лавочки. Такие плейсы, как бы, для отдыха с беседками. Все это подстригается, кусты ухаживаются, когда жарко. Здесь подается сюда вода. Здесь, я так понимаю, где-то есть, проходят поливочные коммуникации. Ну, в общем, недаром мэр Алании считается одним из самых... Ну, он занимает первое место, я не знаю, среди турецких городов, что такое. Я читал об этом. Очень много строительства. Просто нереально. Практически на каждых 100 метрах есть дома, которые строятся. Вот, пожалуйста, там и чуть дальше. За мной там остался дом, который строится. Недвижимости очень много сейчас строится. И цена, к сожалению, в последнее время поднялась до небес. Потому что спрос на жилье в Турции сильно возрос. За последний год, полтора, в связи с войной, в связи со всеми известными событиями. Сюда едут как и россияне, так и наши, Украина, так и Казахстан едет тоже. Хотя у них вроде все... Ну, то есть, я не знаю, очень многие СНГшные жители, бывшие постсоветского пространства, едут в Турцию и скупают здесь жилье просто пачками. Я не знаю, почему так. Видимо, считаю Турцию таким перспективным, как бы, регионом для дальнейшей жизни. Поэтому вот так вот. Вот такая здесь красота. Смотрите, какой обалденный кустарник. Его здесь много. Он буквально на каждом... Не знаю, на каждых десяти метрах растет куст вот этого вот растения, которое сейчас цветет. Запах просто бомбежный. Здесь, ну, импахнет чем-то на розу похож, не знаю. Очень красиво и приятно здесь гулять. Друзья, ну что, дошел я до конца Кестеля, поселка Кестеля. И вот уже начинается Махмутлар за вот этим мостом. Пейзаж справа не меняется. Здесь сплошные пляжи, море. Напротив огромная гора. Красота. Тучи даже находятся ниже самой горы. И пошел дальше уже поселок Махмутлар. Ну, дальше, пожалуй, уже идти не буду. Там вот виднеется Утопия Волг. Известный отель вот наверху на горе. Вот его видно. Вот он. А здесь вот такой красивый пейзаж. Все, друзья. Всем пока, всем добра. Ставим лайки, подписываемся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.